Всем привет! А что это такое? Слева по борту от Лёли. Огромная посылка, почтовая посылка. Вскрытая, но ещё не раскрытая, поэтому я её решила как раз обозревать на камеру. От Лёльки из Тюмени посылка. Короче, в общем, Лёлька, спасибо. Я думаю, что ты меня однажды увидишь, это придётся. В общем, короче говоря, так как ножичка-то у меня нету канцелярского до сих пор на почте, оказывается, они продают. Думала, ну, может, у них продают купить, пока вот это забирала. Я открывала вот этим вот. Не стала писать на камеру, как я это открываю, потому что, во-первых, там на коробочке сверху адрес. Её и почти типа мой. На тот, который это пришло. Но мне. Во-вторых, я сначала думала просто вскрыть, посмотреть, а уже потом обозреть, а потом подумала, что вот раз всё-таки где-то я намучила эту коробочку, всё-таки вскрыла. Ну, там зверски так, Лёля, вскрывала. Мало ли, талабонервные, рассмотрели бы это. Поэтому я сейчас решила уже заснимать в момент, когда я-то ножницы уберала. Буду уже, так сказать, отсобачила эту коробочку, крышечку. В общем, вот так. Она у меня тут на табуреточке. Ой. Тут пять с хвостиком КГ. Тут у нас бумажка закидать нам. Что у нас тут под бумажкой? Я думаю, в бумажке, наверное, ничего нету. Я бумажку отставлю. И потом как-нибудь я уже практически всё, что можно... Ну, ещё какая-то мелочь осталась. Ну, в общем, у меня теперь будет чуть больше свободного времени, чем, допустим, было вчера или позавчера или неделю назад. Поэтому я, может, если хотите, поскребю или как-нибудь там пошуршу этой бумажкой на камеру. Вы в комменты мякните. Лёля, хотим, чтобы ты поскребела этой бумажкой на камеру в АСМРе. Мы её сюда положим. Тут у нас, я вижу, красивую коробочку. Подобный чай. Она мне, по-моему, даже в такой же коробочке, только меньше. Присылала уже. Это Краснодарский букет. Чай чёрный-байховый. Я такой покупала только с черникой на Озоне. После того, как познакомилась с этим чаем благодаря Лёньке. Ну, это вообще российский чай. Я знала, что в России, где-то там, в Краснодаре, который я буду, в Красноярском, хоть тут написано, уже путать хочешь, не хочешь, не сможешь. В общем, в Краснодарском крае выращивают чай российский. Вот такая вот. Что тут у нас? 25 пакетиков в фольгированных конвертах. Краснодарский букет, торговая марка, чай чёрный-байховый. В общем, вот такая вот красивая коробочка. Я ту коробочку, помню, даже сначала сохранила, а потом она у меня, ну, как-то куда-то делась. В общем, красивая очень коробочка. По-моему, такая чисто россиянская, хочется сказать, российская. Ну, у меня даже есть деревянный подносик, и к нему, по-моему, всё-таки к нему, я точно не помню, наоглядывайте, он у меня на холодильнике, на кухне, короче, стоит. У меня вот есть такие деревянные, в общем, 6 или 6, наверное, они внутри типа золотой краской покрашены. Сверху вот подобным рисунком стопочки. Не знаю, правда, для чего деревянные стопочки. Может, узнают в комменты, напишите. В общем, у нас тут чай чёрный-байховый, мелколистовой, высшего сорта, без ГМО. О, круто, короче, спасибо большое. В общем, первое, что увидела, это чай. Ну, вы-то видите тоже, то же, что и я. Так, тут у нас пакетик фиксовый. Вот, кстати, мне никогда фиксовых пакетиков именно таких не попадалось. Мне только какие-нибудь маечки прозрачненькие с фиксом написаны, потом ещё какие-нибудь, правда, фиксы бывают в Авера 100 лет, ибо он далеко находится. Ну, и может быть, просто... Ну, может быть, если бы он был, допустим, когда я жила на Меганке через дорогу, я бы там часто ошивалась. А может быть и нет, не знаю. В общем, у меня теперь есть ещё один пакетик, потому что у меня что-то сейчас такой напряг с пакетиками. Все пакетики, в которых были всякие вещи, распаковались, либо порвались, короче, все пакетики практически утилизировались. Мне ещё раз я говорила, ну, моя тётя, типа того, что вот, пакетики у тебя останутся, ты их не выкидывай, ты в них мусор будешь убирать. Ну, типа перерабатываемые, либо нет. И, в общем, ну, и по магазинам шастать. Короче, вот у меня остался там один единственный пакетик такой большой. Я его ещё в сумку взяла, думаю, ну, соображала, что посылка-то по весу большая, вряд ли там он в этот пакетик влезет, эта коробка. Но на всякий случай он у меня в сумке валялся. Пакетик, который мне дарила наша режиссёрство из театра книги, чего-то за пиговину, которую я ей чисто задрила. Я ей тупо отдала её. Она мне тогда задарила, вот, типа в отмеску, да, ну, в смысле, вот тебе добро, она мне добро. Вот у меня тут пакетик был, и вот теперь ещё пакетик есть, хороший пакетик. Да, люди, если хотите, в комментах тоже напишите, типа, Лёля, хотим, чтобы ты пошуршала пакетиком, или пакетиком, и вот с той бумажкой вместе с ребятами. Потому что я вот так им шуршу, и понимаю, что, наверное, те, кто ловит мурашки от шуршания, наверное, бы их словили. Фикс прайс на всё низкая цена. И тут куча всяких таких штучек. Вот по дизайну смахивает, как коробочки приходят с озона, и там вот такой скотчик, на котором всякие такие штучки, всё, что, типа, можно найти на озоне. Вот такие пакетик. Он же... Да, там ничего нет, а то я думаю, вдруг там что-то лежит, а я вот такая пря... Убрала, не глядя. Тут. Что-то мне уже вот так это... Я глазами вижу, до мозгов это примерно дошло, вы тоже, в принципе, видеть практически должны. И меня между радостью и вот... Прям... И радостью. И вот таким вот, ну... Короче, о, что-то новенькое. Короче, вот тут что-то новенькое. Покупаем тюменьское. Тюмень. Конфеты, инжир в шоколаде. Квартир. 1997 год. Тюмень. Слушайте. Так, это... Масса нету, 300 грамм. Я даже не знала, что в Тюмени конфеты выдают. Бывают, выдают. В смысле, продают. Круто. Вот что-то вот такое круто всегда вот получать. Вот я когда была вот... Бьешь королей, еще там где-то вот... Ну, в Чебоксархе я там конфет всяких напокупала. Покупаешь всегда что-то съедобное в том месте, где бываешь. Вот если там фабрика выпускает. Допустим, в Карелии. Я помню продавцов, когда мы больше недель жили в Карелии с Ленкой. Ну, особо в Петрозаводске, должно быть. Просто террорила. А, есть? Где у вас тут эта ваша карельская колбаса? Ну, вот что-то то, что местные производители делают. Я когда-нибудь тоже, надеюсь, до семей никогда не доеду. В общем, у меня как бы какая-то родня. Вообще, родня по линии брата, родного бабушки. Бабушки по линии моей мамы. Ну, короче, у нас много родней, как вы уже, думаю, поняли. Инжир в шоколаде. Прикольно. Спасибо. Буду с удовольствием пить чай. Я даже это посмотрю, там, если у меня еще там что-то останется, или там как-то это, не знаю. Я могу даже вам организовать, как тут мне говорили, типа, шуршу вкусняшками. Типа, у тебя хорошо получается. Бла-бла-бла. Вот тереть вкусняшки, помимо тех, которые я сегодня купила. Я еще сегодня покупаю и думаю, но ведь я знала, что мне посылка должна прийти. Ну, вот это как-то. Решила, что вот все-таки мне, наверное, надо. Ну, я думаю, что просто голодная была в магазине. Не совсем голодная, но типа того. В общем, пена для ванн фиолетовая. Так. Орхидея. Ух ты, тут в этот раз вообще даже по-русски не написано ничего. Мне первый раз такая ивановская пена попадается, где по-русски не бельмеса. Сейчас мы что-нибудь найдем. Ну, в смысле, мне всегда пены попадались от Эйвон, которые я заказывала или мне дарили, которые уже в Рашке были сделаны. Ну, да, в России. А тут, видимо, в этой самой именно, в Польше, 12 месяцев после вскрытия, у меня была какая-то пена для ванны ивановской, когда я еще занималась эйвоном. И там тоже было написано 12 месяцев после вскрытия с каким-то экстрактом она была. Сейчас я попробую найти. Тут, может, какой-нибудь более-менее меняемый язык. Нет. Русского, на удивление, ну, реально нет русского. Тут даже есть то ли арабский. Ну, в общем, какая-то вещь. С. Короче, пена с орхидеей. У меня, конечно, еще есть там пены в запасах. Одна, по-моему, от Лёрки же. Ну, мне Ленка дарила, Алёнка, которая бывшая СОП-СНИ, которая бывшая Елена Снегирёва. В смысле, она есть Елена Снегирёва, но канал у неё теперь с Елена. И они у меня как бы еще там какие-то... Ну, они как бы закрытые. И как бы новые. Одну какая-то у меня даже в пользовании. И одна какая-то у меня еще, когда я сама занималась эйвоном, покупала пензапас. Короче, я её сейчас вскрою. Наверное, как-нибудь и понюхала. Потому что мне так, это, удивительно. Я никогда... Никогда не видела пену от Эйвон, сделанную именно, ну, вне России. Тут такой фиолетовый, и цветочки такие. Вот вообще. Лёля открывает. Зверски так открывают. Слушайте, такой унисексовый аромат, вот так я люблю. Вот ты, наверное, нюхала, или там описание говорилось. Ну, короче, ты очень угадала с ароматом. Вот у меня теперь будет еще пена для Ванны вот с таким вот ароматом. Вообще шикарно. Вот похоже на Эрис Нуар, который этот, и фрошевский. Апулен. Апуленд Орхид. Может, это не Орхидея, может, это какой-нибудь Эрис. Я в них как-то это, слегка путаюсь. Короче, вот. Спасибо большое. Круто. Так. О-о-о. Мягкая крем-мыло, комплексный уход, питает и увлажняет, не сушит кожу. Ирис и пять масел, чистая линия, фитотерапия. Она у меня вот спрашивала, ну, типа, у тебя есть какие-то нехотелки? А мне в первый-то раз было как-то неудобно. А тут я сказала, ну, думаю, ладно, может, это как-то нормально уже, что... Ну, в смысле, что, наверное, это нормально, когда вот ты блогер, и ты что-то снимаешь, а тебе подписчик какой-нибудь пишет, типа, что ты хочешь, да, вот. Наверное, это хорошо, потому что когда говорить, ну, ну, не знаю, что, ду-ду-ду-ду-ду-ду. В общем, я решила сказать, ну, думаю, ну, ну, сделать так сделать, не сделать. Ну, сейчас сказала как бы. Короче, очень классно. Я хотела, какое-нибудь жидкое мыло от этой чистой линии. У меня вот то закончилось. Я его всё-таки тогда забрала с той квартиры, и вот оно у меня уже в этой квартире закончилось. По-моему, она даже в пустых баночках уже побывала. И опять этот... Может, это тоже ирис? Сейчас я не знаю. Крутить его? У меня как раз вот тупо нету жидкого мыла, вот чтобы жидкое мыло. Я уже думаю, ну, не буду же я какой-нибудь гелью. У меня и гелей-то тогда что-то было мало. Как-то уже подостаскалось. И то, что я купила уже как-то... Ну, такие хорошие гели, которые вот нравятся. Но я не к тому, что вот, допустим, жидкое мыло должно не нравиться. Я к тому, что вот, когда мне какой-нибудь гель надоедает, я его вроде жидкого мыла делала. А тут у меня кусковое мыло, ромашковое. Вот, Лёлька ещё присланная. Вот её ещё чисто линия лежит в ванной. Оно всё ещё живо. А как-то вот жидкое мыло надо бы, ну, вот хотя бы на кухню. В итоге я его вскрываю. И нюхаю. Вот оно отличается по запаху от этого. Оно более нежное такое вот. Ну, вот как кремовое мыло. Вот если бы кремовое мыло, вот оно должно отличаться от не кремового мыла, допустим, да? Сказала, короче. Как будто одобрено дерматологами. Экстрат риса и пять масел. Интенсивно увлажняет, питает и тонизирует кожу рук. Мы сегодня как раз с одним товарищем, верующим в Лёльку, обсуждали эти вот, ну, всякие. Тоже что-то про чистую линию, короче, говорили. Так. Во, я её очень хотела. Я ещё думала, если пришлёт, то вот как раз у меня будет это вот. У меня заканчивается, как и вот такая фигня. Мицеллярная вода, короче. А я что-то как-то по мицеллярным водам, ну, в принципе, можно купить, но думаю, что вот всё-таки пенкой удобнее. Это как вот, вроде как и умылся, заодно и вот эту помаду, типа, смыл. А я, по-моему, даже не напомадилась. Сейчас, где у меня зеркало-то? Я только собирала, да? Да, я не напомадилась, простите. Надо было напомадиться, а я забыла. Я на почту бегала, вроде как, с какой-то там помадой на физиономии, а или с блеском. А вот пришла, смыла и забыла, что вроде как-то, что смывать-то, вроде как, сейчас на камеру опять начать. Сияние Востока с экстрактом белого чая, очищающее средство для лица, 150 мл, Avion Planet Spa. Я помню, её покупала тогда в Эйване, потом Аленке такую же дарила. Короче, вот она мне очень нравится. Она экономичная, умываться ей хорошо. И вот это, по-моему, она смывала всё-таки. Может, конечно, я путаю, но, по-моему, вот ей можно было смыть какой-нибудь там термоядерный блеф для этого губ. Спасибо большое. Я просто, в принципе, у меня есть чем умываться, но вот именно то, что просто умываться. У меня там скрабирующая пенка ещё от Алены, которая с Украины, потом от Ифраши две штуковины, одна в действии, другая нет, обе типа полускрабы. Но вот именно пенки-то как-то уже нема. О, не зря я всё собиралась купить соль для ванн и всё что-то как-то забывала. У меня соль для ванн я уже тут полтора месяца практически, с 14 апреля я туда, значит, сейчас уже, ну, чуть меньше, чем полтора месяца, месяц хвостиком, да. Я всё никак не могла купить себе соль для ванн. Что-то как-то меня вот забывала. Потом всё как-то делала эти отвары, трав. Я вчера делала, короче, отвар, трав, там куча всего такого было, уж не помню, что конкретно. Но, видимо, там какая-то трава с сапонинами была, и у меня такая пена шикарная была. Правда, пока я проконитярилась, у меня эта пена такая уже бледненькая стала. Ну вот, естественная пена для ванн была. Хотя у меня как бы и пена-то для ванн есть, но иногда зафигачивала травяной сбор отвар какой-нибудь трав, и потом ещё пену туда фигачивала. Тут я думаю, сейчас пены полью. Эйвановская, там такая горка такая пены пошла. Сама по себе. Короче, у нас тут лаборатория Катрина, аромат родного края. В предвкушении праздника, просторы русской земли. Кстати, вот рисунок-то такой вот, ну, чем-то напоминает такой вот. Ну, я думаю, тут видно, хоть оно слегка и отсвечивает вроде. Так, просторы русской земли захватывают дух. Красота русской природы бесконечная. Аромат руси уникален, 30-50 грамм. Так, с чем оно тут у нас? Цитрусовые ароматы создают праздничное настроение, восстановят жизненную силу. Вот самое то. То есть тут вся какая-то такая, периодически. Какой вкусный, классный аромат. Аромат и цитрусами, вот я не знаю, каким-нибудь грейтфрута апельсином сладеньким. Очень классно. Спасибо большое. С удовольствием за юзу. Может, даже сегодня уделаю. Ну, не всю, конечно, но часть. Во! Мечта идиотом. Скажем так, очень люблю вот это. У меня еще сейчас стоит, я не помню, то ли сама покупала, то ли кто-то уже дарил. Наверное, все-таки сама покупала последний еще этот, когда я была еще представителем Эйвана. Когда Эйван меня еще не загбанил злостно. В общем, этот скраб, гаммаж, который у них вот этот есть пилинг. Ну, пилинг, скраб, не знаю, уже не помню, как он называется. Но тоже цитрусовый заряд, короче, в таком тюбичке. Вот вообще моя любовь. Из всех вот этих скрабов, сенсовских, вот розовый, там был еще голубой, вот цитрусовый заряд, самый тон. И по аромату, и вот по нежному скрабированию советую. Эйван Сенсенс 2 в 1 очищении, слежесть, пробуждающий цитрусовый заряд, сочный грейтфрут и мандарин, жидкое мыло. По-моему, она мне уже его дарила. Ну, в смысле, я говорила, что я бы такое хотела. У меня классно, большое сейчас спасибо. Буду с удовольствием пользоваться. Я даже теперь не знаю, какой из них первый открыть. на кухне. Так. О! Эйван с каким-то цветочком. Так, что это у нас такое? Эйван Нейчелс Хербл ХРК с витаминными, с витаминным комплексом 2 в 1 шампунь-ополаскиватель с ароматом цветка лотоса и бизерика. Прикольно. У них новый, что ли? Потому что она вообще сто лет уже Эйван не видела вот в этом плане. Так. Технологии, низкий уровень, ФА, 90 миллилитров с витаминами В3, В5 и Е. Поюзаем, посмотрим. 12 месяцев после вскрытия. Тут он это лапкой подцепил и оторвит. И прочитай. А что тут у нас такое? По-русски-то ебал? Есть? По-русски тут состав. А по-русски сверху. Ну, а тут шампунь-ополаскиватель 2 в 1, бла-бла-бла. Сейчас я его понюхаю. Чем-то таким приятно свеженьким пахнет. Ну, не совсем свеженьким, но вот таким приятненьким. Мягко-приятненьким. Мягко-свеженьким, скажем так. Попробую на днях. У меня вообще там еще есть этот саванглевский шампунь, который, ну, никак не закончится. Хотя он, по-моему, уже на 1,3 там осталось. Я сегодня глянула. Короче, вот заюзаю, посмотрю. Мне какой-то, я помню, нравился вот в этой серии давно-давно, но я не помню какой. Спасибо. У меня еще есть пакетик. Просто пакетик. Такое вот, я вижу, что оно такое розовенькое. А, я что-то еще прихватила. Лапой. О, еще соль для ванн. С этой такой фигней. Ой, фараоновые ванны. А когда-то или мне кто-то дарил, или мне кто-то говорил, или я сама пробовала. Короче, когда-то давно, по-моему, я покупала фараоновые ванны. Какая-то вообще очень шикарная штука. Соль для ванн с эфирным маслом и ланг и ланг гармония. Чувы сетывы. И тут эти самые фараоны. Ну, в смысле, женщина и мужчина. А я что-то вообще давно не видела такую соль нигде. Может, я просто нигде особо не бываю, где она есть. Тут показано, как ее типа вскрыл, посыпал. Какая вода должна быть. Способ применения. Шаревну. Ой. Гармония тут. Для тех, кто много работает, кто нуждается в настоящем отдыхе, релаксации, кому важно вовремя восстановить силы и свою энергию. Вчера, по-моему, я ванну приняла. В итоге, так хорошо восстановилась, что уснула в 3 часа. Тут у меня еще какой-то пакетичек. А у меня еще есть пакетичек. У меня есть пакетичек. Арифлайм. Светл. И цвета такого вот. Красота, как образ жизни. Вот такого вот фиолетового, не совсем фиолетового, короче, вот такого вот цвета. Так, а чего у меня эта камера? А вот. Я что-то забыла, что она тут как-то не зекальная, но наоборот, короче, как-то так показывает. Почему он вот эту руку поднимает с другой стороны. В общем, вот, все нормально она в этот расцвет передает. Вот самая такая гамма, которая вот прям Леля ее любит. Спасибо. У меня еще один пакетик. А куда я? Аккуратненько бы достать. О-о-о, по-моему, тут еще это мыло, да? Нет? Что это? Сейчас узнают. Роскошная роза, слушайте, так вкусно пахнет. Вот я его достала, я уже поняла, что что-то такое, которое будет вкусно пахнуть. Больше мыло, меньше цена. Чистая линия, фитотерапия с натуральным инстрактом, розы, эпидеми, маслами, косметическое мыло, подходит для лица, рук и тела, 90 грамм. Круто. Я тогда это, может, вот допустим, закончится у меня то, а я сегодня, кстати, ромашкой умывалась, я еще так подумала, может мне сегодня ромашкой умыться, но вместо там пенки, чисто так, теста ради. Косметическое мыло. У меня еще лежит там мыло, которое мыло скраб, и вот такое же, только вот, было такое жидкое, что-то там за бани, банная или как-то так, и такое же у нее было в прошлой посылке, по-моему, на день варенье, да? от Лельки. Это мыло скраб, такой же чистолиня, а еще мыло прозрачное, я забыла. Мне очень нравятся эти чистолинии мыла прозрачные, ну, такие, как полупрозрачные, глицериновые, забыла, какое еще там. Чистотел, короче, у меня там еще лежит. Слушай, так вкусно пахнет. Вот оно. Оно не прозрачное, но оно прикольное. Я помню, в детстве мне очень нравились мыльцы дуру. Маман покупала, там такие или детские были, или маленькие, такие фигурные, вот наборчиком таким вот, такие же вот, ну, тоже непрозрачные, примерно такого же типа. Там всякие маленькие розочки, прочее, пургай, вот так же вкусно пахнет. Ну, я что-то вот так вспомнила, с ассоциациями. Еще мыло, круто. Слушайте, я теперь буду делать мыло, я еще так подумала, у меня так мыло есть, ну, чисто мне. Хочется сделать мыло, ну, хочется делать мыло, так вот, короче, буду делать какое мыло, ну, буду выставлять. Вот у меня в травмной группе появилось очередное мыло, хотите, забирайте. Так, нежный персик, тоже больше мыло, меньше цена. А, тут, слушайте, упаковка другая, такая вот, там, такая вот, ну, такая была, но не такая. С натуральным маслом персика и пяти маслами. Тоже подходит для лица, рук и тела. Косметическое мыло, круто. Сейчас опять зевну. Я не зеваю не потому, что там чего-то такое, я не знаю, почему зевает. О! О! И зевнула, и удивилась. Так, туалетное мыло, целебные травы, зверобой, бережное очищение и, так, с природными травами. Так, опять целебные травы. А я вот такой вообще не разменила. Это, наверное, какая-то фирма, марка, что это? Ну, в общем, короче, я не видела вот такой вот этой вот натуральное мыло, целебные травы. Прикольно. Зверобой. Так, с зверобой у меня вроде еще ничего не было. Или было? А, там чистотел был. Все. Чистотел, зверобой, я их иногда путаю. И знаю, что они выглядят по-разному, но иногда путаю. Бережное очищение с природными травами. Ну, такое вот это, будто это скрабик такой. Ну, там такие вот, видно, какие-то такие вкрапления. Круто. Слушайте, у меня там, сейчас мыло-то вообще было. Я даже иногда вот этим кусковым мылом, ну, чисто его юзаю, вместо геля, задутся. Так. Экстракт клевера. Мыло косметическое, прозрачное. Красиво, по-моему, у меня уже вот такое вот, первое такое там было. Там три мыла было, и мыло, которое с крабами. Оно мне очень понравилось, оно вообще вот такое вот. Он прям съела бы его. Да, вот такое. Она еще так пахла, я еще вспоминала, думала, как же клевер, ну, что-то такое знакомое, как же клевер-то пахнет. Ну, может, так клевер и пахнет. Нет, через упаковку-то оно не пахнет, но, ну, ее, конечно, можно скрыть, но, я уже тут много чего подкрывала. Короче, я уже его пробовала тогда, но очень классное, очень мне понравилось. И, что хочу сказать, они очень экономичные такие. Ну, вот у меня вот оно стоит уже, не знаю, сколько это мыло, но может, ну, может половина от него осталась, может две трети от него осталось, как-то так. Так, что-то еще. О-о-о, сладкая клубника. Тоже вот эта вот упаковка, больше мыла, меньше цена, с натуральным соком клубники и пятью маслами. И тоже для лица, рук и тела. Слушайте, вот, я думаю, чем таким, вот, ну, как-то вот, отдаленный аромат, а вот, от коробочки, пахнет. Я думаю, с ним ничего не будет, если я его вкрою. Вот, такой земляничкой, вот, как вот вы варенье, допустим, варите земляничное, или земляника, протертая с сахаром, замороженная, вы ее достаете потом из морозилки, чтобы разморозить и слопать. Блин, я хотела его сейчас откусить. Вот оно вообще вот так вот, именно вот этой земляникой пахнет. Сладкая клубника, сладкая земляника. Все у нас тут еще. Так, кстати, пакетик от Айвана. Пакетик от Айвана. Блин, что же я все зеваю-то, е-мое. Может, кто-нибудь мне там в каментах напишет, типа, витаминов, не хватает, или еще что-то. Так, сочная алоя. Вообще не видела никогда, вот, у них эта чистая линия с алоем. Натуральный сок алоя и 5 масел. Косметическое мыло, опять рук, лица и тела. Сейчас это там, в смысле, да, рук и тело. Сейчас я увижу, какое оно на вид, это алоя. Ой, это у меня упало. Так интересно пахнет. Вообще, сок алоя, сам по себе, периодически, вот, когда вы его жмете, режете, ну там, короче, делаете из алоя, сок алоя, он так специфически пахнет. Но когда вот вы его еще не начинаете делать, он вроде как, может, даже и не пахнет. Травой, короче, такой вот, ну не совсем травой, но бывает такая разная всякая травка, но пахнет вот чем-то таким вот, зеленой растительностью какой-то. Так, что у меня упало-то? А, это, это, кусочек коробочки, по-моему. Да, кусочек коробочки. Я как-то его открывала. Что-то у меня тут такое. Доброе утро. Приятное расставание. Это, а то хоть прочитала-то. Избавляется от нежелательных волосков. Семь мифов о здоровой девушке. Личная территория. Личные ценности. Какой-то журнальчик. Ладно, посмотрим, что за журнальчик. Ой, тут такая фигня, которая не для детей. Ну, в смысле, может быть, не для блога. Сейчас узнаем, что-то такое. О, повторяет твои движения. А, все, я тормоз, я поняла. Я, может быть, этот момент вырежу. Так. Ух ты, какая-то карта еще. О, карта пятерочка. И у меня еще та карта пятерочка. Получи 200 рублей в подарок на покупку твоих любимых средств. Ладно, я знаю, что их вроде можно делать, как это, больше, чем одна карта пятерочка. Ой. Спасибо. Будет у меня две карты пятерочка. Там даже какая-то фигня уже есть. Я как раз сегодня была в пятерочке. Так, это мы вот туда засунем. Так. Ой, тут не получится достать поштучно. Тут надо засыпать сразу пакетиком. Ой, осторожно, чтобы не это. Ух ты, что-то тут много всего такого интересного. Ай, да, Лёлька. Там вообще было видно, что я лыблюсь, когда физиономию вниз опускаю. Ух ты, Белита, протеины молодости, Милклайн, кремомоложение, дарюка тела, формула ухода, комплекс активных компонентов, интенсивно питает, увлажняет, разглаживает и смельчает. Кузи молоко и активный пропиотик. Круто, я когда-то давно в Карелии покупала мыло с кузи молоком. У меня еще раньше пользовалось, в общем, то ли шампунь, то ли бальзам, что-то такое, в общем, там коза нарисована на тюбике была. Тоже на козьем молоке. У меня как раз вчера закончилась, ну как, а не то, чтобы закончилась, оно слегка решило откинуть копыта, чтобы стать этим кефиром. Я немножко перелилась котом, у меня там еще в холодильнике килограмм творога, сейчас, ничего себе, все зевает, Хорошо. У меня тут что-то на козе творог, так тянуло, целую неделю лопало. Теперь целую неделю у меня этот козик творог лежит в холодильнике, и, видимо, хочет уже стать этими сырниками. Круто. Тони скин, серия какая-то, видимо. Прикольно, спасибо за юзу. В общем, я так понимаю, он и для рук, и для тела. Так, куда поставить-то, чтобы видно было. Ну, в общем, вот так оставить, или так. Так его видно будет. Пусть оно тут стоит. Еще что-то такое красивое и розовое. О, Фаберлик Сенсуэль парфюмированный гель для душа. Мне какой-то у них этот нравился гель для душа парфюмированный, оранжевый, Дона Филичита, или что-то такое. Мне как-то Настя Лукьянова задарила. Так, парфюмированный гель для душа для женщин нежный, чувственный, как предвкушение праздника. Феерик. А, название. Я что-то не подумала, что Феерик это и есть название. Так. Чем-то таким тонко-сладким не ощущаю, но я его потом на себе запользую. В крайнем случае Пусть и маночка скажу круто, спасибо. Так, вот так. Розовенький такой. Прямо как какой-нибудь вкусный кисельчик. Может быть, я есть хочу, не знаю. Но вроде есть не хочу. Так, калифлейм. Что это такое? Что это такое? А, лосьон для тела. Угу. Способ применения наноси на кожу тела. Прикольно. Ой. Будьте, вздевалась вся. Приятно так пахнет. Ну, как лосьон какой-нибудь такой или крем, который хороший пахнет. По-моему, он густенький, потому что, в общем, потому что. Спасибо. Что это такое? Так, алоэ вера. Что-то там для лип. В смысле, для губ. А, это бальзам, наверное, для губ. Натуральный бальзам чего-то там. Или не для губ. Алоэ вера. Мои стю. А по-русски где-нибудь чего-нибудь. Короче, нет, вроде лип, губы. Чуть знает. Чем-то таким вкусным пахнет вообще. Сожрать хочется его. Надеюсь, это бальзам для губ. А ничего не такое. В общем, если я лох и не так поняла, то напиши мне в коммент или в литву. Или я тебя саму спрошу потом. Ну, по-моему, прикольная. Спасибо. Вообще, такие ни разу не видела. О, и фрошевские. Мне раньше так нравились вот эти маленькие. Они приходили раньше в подарок, когда вот еще на и фроши можно было делать заказ на 400 рублей, и он приведет дофига всяких подарков. Ну, минимальная цена, когда у них этого заказа была, по-моему, 400 рублей. Я помню, мне много таких в подарок приходило, я все раздаривала Женьке. Еще кому-то. Спасибо. Маленький розовенький базальчик. Так, что-то еще. О, моя любовь. Я его раньше все покупала, а потом что-то как-то это, забыла. Потом у меня подруга такое все покупала, ну, через меня, короче. Гринмама, формула такие, скраб для ног, тысячелестник и вулканическая пенза. Вот у меня как раз это, что-то надо быть для ног-то. В общем, в тему очень. Большое спасибо. И этот, я что, была вчера или позавчера? Когда я тут, короче, была в этом фиксе, позавчера. Я на телефон зафоткала, забыла скинуть, думала, буду это эмонтировать, то выложу. Или там в интернете, ну, в инстаграм выложу. Блин, да что ж такое-то? И забыла совершенно, короче, в фикс прайсе, видимо, какая-то фирма стала косплеить, раньше у них какая-то фирма косплеила Ихрашевский, вот эти плезирки, гели для душа, а теперь она у них косплеить, какая-то фирма косплеит там, ну, какая-то фирма, значит, потом, вообще, один в один я еще ткнулась, сначала думаю, надо же, гринмама в фикс прайсе продается, а потом присмотрелась, поняла, что это просто какой-то косплей. Ну, это просто к слову. В общем, очень хороший, кстати, скраб, люди, если вдруг что, ну, вам советую. У меня еще пакетик есть. Так, что-то такое. О! А я, как-то купила как раз эту старки. Я что-то вот, ну, я, конечно, тут сидела, это мою, ну, как бы, мыла горчицей, она у меня где-то лежит, но вот что-то пока получается так, что легче отмыть чем-то таким. Вот раньше я пользовалась именно каплей с ртей, в общем, чем-то вот подобным отмыть, чем горчицей. И пока вот я изменяю горчицы. Ну, и у меня ко мне иногда приходит подружка, которая вот умеет, ну, ей периодически хочется, вот мы там поели вместе, да, вот я что-то приготовила, мы поели, ей хочется мне помочь, она моет посуду, она мыть посуду может умеет, только вот если это какое-то средство для мытья посуды, а не горчитая. Мне еще одна классика, когда говорила, что, ну, мыть посуду горчит, она говорит, ну, типа, не все умеют, я поняла, что она имеет в виду. В общем, очень кстати, спасибо большое, буду юзать, и вот это, это намек на то, что она мне писала, какой шампунь тебе, ну, действительно подходит, чтобы ты не мыла им посуду, я помню тогда этот, шаумой, не шамой, шампунь, он очень раньше нравился, но я не знаю, почему у меня волосы от него были вообще в жутком состоянии, хотя там состав нормальный, куча всяких трав, и т.д. и т.п. Ну, короче, я им намывала посуду, верю, у меня завиционек понят, у меня теперь есть штук для мытья посуды, в запасы пойдет, потому что вот у меня сейчас, ну, может, не такая, но тоже сорти, я тут магнитина днях купила, тоже, мне еще тетя говорила, тебе надо что-то нормальное для мытья посуды, не только горчит, и мало ли чего, типа, чтобы вот такое что-то было, и вот у меня теперь две таких, и что-то тут еще розовенькое, розовенькое, ооо, большой щегель моей любимой, вот этой вот, мне сначала его Аленка дарила, а потом уже Лерка еще дарила, еще раз, когда спрашивала, что вот такой мне гель нравится, и Ивановский гель, сейчас я сбежу этот пакетик, и этот самый, который пахнет, как ирис нуар, и чего-то еще, я забыла, чем оно там, с ароматом розы, ирисой, нотами, янтаря, гель, крем, крем-гель для душа, нежная любовь в Париже, парфюмерная коллекция, Эйвен Сенсос, вдохновлен парфюмерией, вообще вот так вот, очень крутой такой, вот он напоминает, Эйвановский Этернел Мэджик, который уже сто лет, как его, наверное, нету, этих духов, в туалетной воде, или как они там, напоминает снятую, уже конкретную такую снятость, ифражевский ирис нуар, вот такие еще унисексовые нотки, которые вот, ну, бывает такой мужской парфюм какой-то, который и женщинам подойдет, ну, в общем, вот такой вот вообще, офигительный, он еще напоминает, эликсир, Буа Сенсель, который мне, Лена, Минск-Москва, дарила, посылки еще, если вдруг кто видел этот обзор, там большая, тоже посылка была, и Лёля так, скрикнула, когда увидела вот эту баночку, завязала его тут, по-моему, уже, и в общем, вот по аромату этот гель, вот их напоминает, и очень долго держится, и на губке, я помню, он у меня тогда уже закончился, а на губке все равно еще где-то, ну, может, смесь, сдержался аромат, несмотря на то, что с другими гелями мылась, вообще круто, 500 миллилитров, только теперь у меня такая баррикадо достали, что мне просто рукой не дотянуться, жут нажать на этот, когда я закончу видос говорить, так, сейчас я это как-то сдвину, в общем, я очень-очень рад, такая, ой, полезная, нужная, запасливая на мыло, особенно кусочками, и на жидкое мыло, и вообще, крутая посылка, большую сейчас, прибольшую сейчас спасибо, Лёлька, это, еще что сказать не старю, в общем, я вот, очень полезная, особо, во, и она, главное, вся вот такими оттенками, и вот, ирис, вот этот вот, фиолетовый, вот, даже вот то, что, короче, в той самой гамме цветовую, которая мне вот, ну, офигенько нравится, чисто, я не поняла, чуть за хренотенько, но на губах оно нормально действует, может, это действительно бальзав для губ, может, тут что-то, в основном, какими-то, не сказать, что клинописью, но что-то такое, хотя, наверное, вот что, я ее загуглю, и пойму, что это, ну, я не знаю, вот тут на английском есть, есть, еще на каком-то, алоэ вера, ну, у меня что-то, там слово одно есть, я, может, уже просто не соображаю, что это за слово, но меня тут донимать стал, перед, перед видео донимал полчаса один комар, я что-то подумала, что это средство от комаров, потом подумала, что вряд ли алоэ вера помогает от комаров, потому что что-то другое помогает, но, по-моему, это все-таки для губ, что-то, вот, это, наверное, не зря я забыла, пальзамом попользоваться каким-нибудь, так, ой-ой-ой-ой, ну да, вот теперь вы видите пустую коробку, тише, у тебя есть пустая коробка, где это тише, не знаю, короче, где-то это тише, всем спасибо, кто был до конца со мной, огромное спасибо Лёйке, все, к месту все нужное, и шампуньки, и жидкие мылки, и пенки, и сольки, и мылки, просто вообще все-все-все, особо мне прикололи эти, конфеты из Тюмени, не знала, что у Тюмени есть конфеты, сейчас вот, это, как раз, согрею чай, у меня там, пуэр, уже слился, но я буду заварить, сделаю специально себе, пакетик чайный, этого чая, и заховываю какую-нибудь конфетку, всем спасибо, всем пока,